Галина жаловалась своей подруге Зине. Вот везет тебе. Твоя Ленка уже две внучки подарила, а моему Сашке в следующем году тридцать, а он все холостякует. Зина ее успокаивала. Ну и что? И это девкам надо пораньше замуж выходить, а мужикам проще в сто раз. Они в любом возрасте могут жениться. Для них это не проблема. Понянчишь еще своих внучат. Галина вздохнула. Дал бы Бог, мне его так жалко, целый день на работе, а вечером повадился пиво по бутылочке выпивать, а так недолго и до алкоголизма дойти. А была бы жена, дети, не до этого было. А со мной чего? Ну накормлю, ну поговорим там про погоду да про цены. Вернее, я говорю, а он только головой кивнет. Скучно ему, не слепая, вижу. Начинаю ему проженитьбу, он отмалчивается. Спрашиваю, девушка-то хоть есть? Сама же себе и отвечаю. Откуда, если он все вечера и выходные дома? Зина осторожно спросила. У него же вроде была. Помнишь, лет восемнадцать? Катя вроде. Ну да, Катюша, тихая такая девчушка. Галина фыркнула. Вот-вот, тихая. Мне она тоже сначала понравилась, а потом, как узнала, что ей уже двадцать и имеются двое близнецов, обалдела. В город из села прибыла. Вроде как муж у нее имелся или сожитель, уже не помню. Так от него, Сашка говорил, сбежала. А я так думаю, раз в семнадцать родила, значит, никудышная она. Видимо, гулять еще с класса пятого начала. Я Сашке тогда так и сказала, забудь. Он сначала ругался со мной, хамил, грозился из дома уйти. Но я испугалась. Вызнала адрес этой Кати и к ней. Квартирка маленькая. Одна кровать да диван со столом. И трехлетки бегают. Чумазые оба в трусиках одних. Я ей просто сказала, ты уже баба, у самой дети. Понять меня должна. Не губи моему Сашке жизнь. Он только-только в институт поступил. Бросит учебу. Кем работать будет? Дворником? Семью же содержать надо. Я принципиально помогать не буду. Так что подумай над моими словами. И ушла. Зина прижала руки к щекам. Да неужели? А я думала, что ей лет шестнадцать было. Тоненькое, маленькое. А оно вон чего. Ну, а что дальше было? Да я и сама не знаю. Пришел через два дня мой Сашка в Драбаган пьяный. Сказал, что все бабы дряни и уснул прямо на полу. Потом как-то спросила у него про Катю. Он мне сказал, что она предательница и все. Ну, я и обрадовалась. А он с тех пор, как дед восьмидесятилетний, как будто жизнь прожил и впереди ничего интересного. А давай мы его с тобой женим. Вдруг выпалила Зина. У меня и кандидатура уже есть. Помнишь соседку мою, Таньку? Ну, Новый год прошлый. Вы сидели напротив друг друга. Вспомнила? Так вот, у нее дочь незамужняя, Лена. А лет ей, дай бог памяти, двадцать пять или шесть. Не помню, но около того. Таня мне тоже жаловалась, что дома сидит, никуда не ходит. Одна отдушина у нее, театр. Давай сведем их вместе, вдруг получится чего. Да и Танька мне все уши прожужжала, что приданная у нее богатая. Двухкомнатная квартира и машина имеется. Ведь хорошо же, отдельно сразу поселятся. Галина задумалась. А что, неплохая идея. Давай попробуем, но надо на нейтральной территории, чтобы не показалось, что смотрины. Зина воскликнула. А у нас с Мишкой юбилей, тридцать пять лет вместе. У нас дома соберемся небольшой компанией. Ну как? Галя обняла подругу. Спасибо тебе, Зиночка. Всегда ты рядом и помогаешь мне. Вечер прошел великолепно. Саша познакомился с Леночкой. Когда они с вечера вдвоем ушли, Галя с Зиной переглянулись и улыбнулись. Вроде все по плану пошло. А через месяц Саша к Лене переехал. Стали вместе жить. Только одно Галину грызло, что не расписаны они. Она все вздыхала, когда к ним в гости приходила. Вот чего не женитесь, а если детки пойдут? Давайте, ребята, не тяните. Ни с женитьбой, ни с детьми. То ли уговоры помогли, то ли беременность Лены. Но был ЗАГС и небольшое торжество в маленьком кафе. Галина старалась помогать Лене. Ту постоянно тошнила и клонила в сон. Саша на работе пропадал. Старался, чтобы к рождению ребенка все было. А Галина приходила, мыла полы, убиралась и готовила. Лена выходила к ней перед уходом, сдержанно благодарила и закрывала за ней дверь. Внук Костя родился почему-то семимесячным. Галина обрадовалась и насторожилась. Неужели что-то с ребенком не в порядке? Но, увидев карапуза с румяными щечками, успокоилась. Искала в нем свои черты или Сашкины, но не находила. Успокаивала себя, что так бывает. Перерастают детки и меняются. Вроде был похож на мать, а потом вылитый отец. Сашка тоже радовался рождению сына сначала, а потом неожиданно появился у матери. «Можно я в своей комнате поживу?» Спросил он Галину. Она растерялась. «А почему? Ты что, Лену одну с ребенком бросаешь? Она же не справится одна. Вы что, поссорились?» Саша открыл рот, чтобы сказать причину, но передумал и кивнул. «Немного, я у тебя недолго буду, дня два или три. Пусть Ленка успокоится». Но Галина решила, как можно быстрее помирить детей, ведь внук не виноват, и она, набрав гостинцев, пошла в гости. Лена встретила ее холодно. Галина протянула ей пакет и сказала. «Ну ничего, Леночка, милые бронятся, только на пользу пойдет. А где Костенька, внучок мой?» Лена вдруг захохотала, так громко, прямо до слез из глаз. В комнате заплакал Костя. Галина дернулась успокоить, но Лена перегородила ей дорогу и спокойно, уже без истерического смеха, сказала. «А вам, сын, ничего не рассказал?» «Нет. Ну, и я не буду. Забудьте сюда дорогу». И прямо вытолкнула Галину в подъезд. Ничего не понимая, женщина схватилась за грудь, а тут еще дверь открылась, и Лена крикнула. «И подачки свои заберите!» Удар в спину и темнота. Очнулась Галина в больнице. Рядом стояла медсестра и поправляла капельницу. Увидела, что Галина открыла глаза и улыбнулась. «Все в порядке, но надо себя беречь. Сейчас врача позову, он вам все расскажет». И вышла из палаты. А Галине вдруг показалось, что она уже видела эту медсестричку. Но тут пришел врач и стал объяснять ей, что у нее давление и сердце, и что нужно немного полежать, подлечиться. Сашка зашел следом, испуганный, растерянный. «Ну как ты, мама?» Она улыбнулась. «Полегче. А станет еще легче, когда ты мне все расскажешь». Он с сомнением на нее посмотрел. «А тебе не повредит?» Она сердито нахмурилась. «Не юли, говори». Сашка вздохнул. «Ну, в общем, Костя не мой сын. Актера Никитина слышала про такого? И я нет. Так вот, Лена не зря бегала в театр каждую неделю. А он, как узнал, что она в положении, слился в неизвестном направлении. Нужен был человек, который бы прикрыл грех перед знакомыми. Была развернута целая компания, чтобы я на ней женился. Извини, но твоя подруга тоже в сговоре была. Но Лена мне показалась интересной, и мы съехались. Думал, проживу немного, чтобы тебя успокоить. И все. Ну, а тут известие про беременность, и под вашим давлением я женился. Ну, а когда Костя родился, я засомневался. Я хоть и мужчина, но не совсем дурак, как считала Лена. Но не может семимесячный ребенок выглядеть таким крепышом. Я даже в интернете специально посмотрел. Ну, а потом решил проверить. Взял пустышку мальчика и сдал тест на отцовство. Результат, как ты понимаешь, ноль процентов. Ну, я Лене бумагу и показал. Как она орала, обзывала нас с тобой по-всякому, как будто мы во всем виноваты. Но я сильно слушать не стал и ушел. Тебе не хотел говорить, видел, как ты к Костику относишься. Я же не знал, что ты сразу туда побежишь. Прости меня, мама, что все сразу не рассказал. Галина погладила его по руке. Это я виновата во всем. Но мне так хотелось внуков, так что ты тоже прости, сынок. Тут в палату зашла медсестра. У вас сейчас укол по времени. Родственников прошу на выход. Сашка привстал. Катя, это ты? Глазам не верю. Откуда ты здесь? И почему тогда сбежала и даже адреса не оставила? Взволнованно закидал он ее вопросами. Но она мягко сказала. Вы слышали, что я вам сказала? Покиньте палату. Мне нужно сделать укол. Саша покорно вышел. Тогда Галина и вспомнила все. И саму Катю, и ее мальчишек, и как разговаривала с ней в последний раз. Прости, девочка. Тихо шепнула она. Катя вздрогнула, но сделала вид, что не услышала. Прошло уже два месяца, как Галину выписали из больницы. Все, мама, женюсь. Счастливый Сашка закружил Галину. Катя наконец-то сдалась и согласилась. Галина поцеловала его в лоб. Благословляю тебя, сынок. Живите счастливо. А на свадьбу-то хоть позовете? Он удивился. Ты чего, мама? Конечно. Ты думаешь, что Катя на тебя обижается? Нет. Говорит, что ты права была. Тогда я был просто сопливым мальчишкой на эмоциях. А сейчас уже мужчина. Так что обязательно была. Погрозил он ей пальцем. Галина расплакалась, но уже от счастья. Не надо торопить события. Все приходит и уходит. Так устроен мир. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.